Всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm И сегодня мы будем обозревать новую версию моей карты Лазурная сеть 0.8 И если честно, это скорее всего последняя версия моей карты Потому что я всё сделал, я то что хотел, я всё абсолютно сделал Да, как бы вам странным это не показалось Итак, значит, ну, во-первых, у нас, я добавил в качестве артефакта крутого Ну, то есть 5 уровня за убийство юнитов выше 11 уровня он падает Также этот же артефакт может упасть с героев нейтральных убитых И, в общем-то, падает знак неприступности иногда Ну, типа шанс имеется То есть смотрим, у лунного колодца, или же у логово орков, или уже у фермы Вот какое количество хиткоинтов Когда же мы берём, то всё это увеличивается То есть защита увеличивается на единицу И количество хп увеличивается У всех зданий в любых раз И так до трёх раз Как вы видите, 700, 800 и больше 800 уже не увеличивается И даже не берётся знак неприступности Так что, как бы, если захотите Если вам выпадет больше трёх раз этот знак То, как бы, простите, вам придётся его или уничтожить Или же отдать своему союзнику Или же что-то ещё с ним сделать Просто оставить врагу Значит, и знак ночного зрения Но это будет ночью Его мы будем обозревать ночью А сейчас я хочу показать вам Вот такого вот героя, пожалуй Значит, в чём прикол этого героя? То, что вот какие у него опилки Это лесник Герой дерева Смотрим, у него есть сокрушение То есть, в принципе, в стандартном Варкрафте Нету героев сокрушения Я добавил этому сокрушению несколько уровней То есть, там по 20 урона за уровень Добавляется к урону Урон, урон, урон Значит, слияние с природой Эта штука Значит, давайте посмотрим Вот, мы атакуем И такие включаем И, как вы видите Мой лук всегда со мной Что? Нет покоя в нашем зале Какого хрена? Очистим лес от врагов Кто нарушил наш покой? Так Мой лук всегда со мной А, вот, пошло дело Я не понимаю, почему она не лечилась Но, в общем-то, суть в том Что эта штука лечит Эта штука Лечит Войска И ее можно включать и выключать То есть, по 10 Здоровья в секунду Тут можно еще прокачать И, в общем-то, в радиусе Также Как вы видите Первая у нас способность Съесть дерево То есть, как у обычного Древа любого У эльфов И, то есть, вот эта вот способность Слияния с природой Она не лечит само дерево Она лечит всех вокруг Но не лечит само дерево Кроме того, она может лечить Вражеских юнитов Которые рядом Поэтому противопоказано Ее применять Когда рядом враги Значит, в чем прикол Что, типа, вот мы уничтожили дерево Мы можем включить слияние с природой И оно вырастет Это дерево То есть, у нее двойная функция Оно лечит всех Союзников И противников Вообще всех Рядом с вами И, также, оно Выращивает деревья В этом же радиусе Хотя, не помню В каком там радиусе Оно их выращивает Ну, в общем-то Такие вот дела Значит Вот такие вот Три способности Но Есть еще способность Укорениться У этого дерева И давайте же посмотрим Значит, мы укореняемся И, как вы видите Мы можем Вот так вот Это Вызвать теперь Трех энтов Также можем Кидаться камнями Но Перезарядка Большая И маны много Это все затрачивает Также мы можем Единение с природой Применять В этом образе И, как бы После того, как мы Приземлились Нам Мы не сразу Сможем Вылезти В общем-то Встать Перейти в другую форму То есть Перезарядка 30 секунд Укоренение Возможно Я ее увеличу И вот еще Как вы видите Вот такой вот Радиус у нас У пехотинца Если же мы Возьмем И На нас напали Возьмем Знак Ночного зрения То Как вы видите У любого юнита Увеличится Радиус зрения До Этого До дневного уровня То есть Это ночное зрение Тоже руна такая И она Тоже падает С Юнита В 11 уровня Или же Героев Нейтрального Игрока Ну то есть Героев Крипов В общем то Ее мы можем Только один раз Подбирать Ну в общем то Я решил добавить Вот такую вот Штуку Которая добавляет Ночное зрение Всем Причем Оно Добавляет Ночное зрение Не Не Ночных эльфов Даже тем Расам Которые Вообще В принципе Не имеют Доступа К ночному зрению К ночному зрению То есть Людям Оркам Нежити Все будут С ночным зрением Но Типа Если Они Выучат Технологию Ночных эльфов Ночное зрение То они Как бы Не получат Для других Рас Ночное зрение В то время Как Эта руна Она дает Также и самим Ночным эльфам Сразу же Ночное зрение Без исследования Насколько я понял В общем то Такие вот дела Значит Так же Я Немного Изменил Что прикажете Эту Лучницу У нее Теперь По моему Больше Атака И больше Дальность Атаки Чем у Обычной Лучницы Да Я Немножко Ее изменил Но естественно У них Еще разница То что Они Восстанавливают Здоровье Только Днем И Теперь Теперь Поговорим Об изменениях На карте Их Мало Но Тоже Нужно Упомянуть А Стоп Нет Прежде Чем Поговорить Об изменениях На карте Давайте Поговорим Об улучшениях Об еще Некоторых Предметах Теперь Когда мы берем Маску смерти То Как вы видите У нас Сфера Не отображается Будет Но у нас Меняется Атака Смотрите Как мы Атакуем То есть Мы Отжираемся И у нас Меняется Вид Атаки Ну то есть Не на Сферу Тьмы А На Типичную Атаку Как у Маски Смерти По умолчанию Но Нюанс То что Как бы Эффект Сферы Сохраняется То есть Маска Смерти По прежнему Позволяет Нам Вампириться И атаковать Воздушных Войск То есть Она лучше Чем стандартная Ну то есть Графические Эффекты Изменились Дальше Значит Философский Камень Теперь Вместо Сферы Килджедена У нас Есть Философский Камень Он Как бы Артефакт Четвертого Уровня То есть С 7 По 10 Уровня Монстры Его дропают И То есть Что это За сфера Во первых Как вы видите Она вот так Вот отображается Ну то есть Вот как вы видите Так отображается Так же Она меняет Нашу атаку На особую Как у лесного Дракончика И У нее Имеется Шанс Мгновенно Убить Юнита И превратить Его в золото То есть Даже Вражеского Любого Скажем Так В эту Сферу Я запихну Способность Трансмутация Вот так Вот У этого Маленький Шанс И работает Оно Только На Монстр Ну то есть Не на монстров А на Юнитов Причем До 7 Уровня То есть Какого-то Супер Супер 11 Уровня Юнита Вы не сможете Так Превратить Золото Но Аркан Аркан Это Это Вторая Сфера Которую Я Добавил И Один Из Двух Предметов Которые Я Добавил И В общем Да А Также Имеет Шанс Наложить На него Сглаз Да Естественно Именно Так Именно То О чем Вы подумали Как вы видите Вот так Вот она Выглядит И вот Она Превращает Чучело В Это Во всяких Крысок Во всяких Крабиков Тоже С маленьким Шансом Свинку И так Далее Ну вы Поняли Как это Работает Это Вот Как у Волшебницы То есть Полиморф Такой себе Или же Как у Рохана Ну Альтернатива Сфере Очищения Если Сфера Очищения Она Не Блокирует То есть Сфера Очищения Способность Колдовать У противника Не блокирует Эта же Сфера Она Блокирует Еще и Способность Колдовать У противника Работает Как на Героев Так и На Обычных Юнитов В Отличии От Очищения Это Заклинание Оно Против Вызванных Не работает То есть Не наносит Им дополнительного Урона Также Длится Это Вы видели Там На Обычных Юнитов По моему Три Секунды Или же Пять Даже Секунд А на Героя Там Меньше И в общем Там Замедляет Скорость Да Не позволяет Кастовать Обилки И Вот Так 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 Вещи Ну И Теперь I see Dead People И То Что Я Забыл В прошлый Раз Показать Я Забыл Показать Вам Что Я Добавил Такой Вот Накс Рама Слетающий Это Еще В прошлый Раз Я Добавил И Тут Короче Когда Мы На Него Щелкаем Мы Наносим По Одну Единицы Урона То Нам Нужно Очень Долго Щелкать И Он Кстати У него Рыкинется Здоровье То Нам Нужно Как То Видеть Его Постоянно И Щелкать Пока Мы Его Не Убьем Но Это Как Б Моб Он Кстати Атакует То Есть Магическая Атака Хотя Она И Не Отображается В Чем То Он Беспорядочно Летает Медленно Как Вы Видите И Прикол В том Что С него Дропается Артефакт Очень Крутой Ну То Есть Пятого Уровня Потому Что Он 11 Уровня Сам По Себе Но В общем Это Такой Оригинальный Босс Которого Можно Убить Сложно Но Зато Можно Убить Ну То Есть Не Применяя Войск Чисто За Кликов Но При Это Очень Сложно Потому Что Надо Очень Долго И Сильно Кликать Я Пробовал Его Убивать Да Дропается Артефакт Все Нормально Значит Это Первое Второе Здесь Теперь Вот К Этому Месту Проходят Два Подхода И То Есть И К Этому Месту Проходят Два Подхода И Прикол В том Что Каждый Раз Когда Мы Стартуем Игру У Нас Случайно Получается Что Если Мы Вот Сюда Не Можем Пройти То Вот Сюда Мы Можем Пройти Вот Здесь Вот Есть Проход В то В то же Время Если Сюда Мы Не Можем Пройти А Сюда Мы Не Можем Пройти Как Вы Видите То Сюда Мы Можем Пройти То Есть Один Из Этих Случайных Островов То Есть Один Из Этих Островов Обязательно Доступен Верхнему Игроку А Второй Недоступен И Наоборот То Есть Каждый Из Этих Островов Случайно Может Быть Доступен Или Для Верхнего Или Для Нижнего Игрока Напрямую Без Применения Дирижаблей Или Каких То Транспортных Кораблей Вот Такие Вот Дела Ну А Другой Естественно Будет Недоступен Таким Образом Как Мы Добавляем Играбельности Дальше Значит В Таверне Теперь У нас Стандартные Герои А Новых Героев То Есть Нестандартных Я перенес В камень Воскрешения Камень Воскрешения Теперь Не только Воскрешает Но и Продает Героев Вроде Вождя Тринеев Пирата Заклинательницы Драконорожденного И Нашего Древнего Лесника В общем То Вот и все Что я добавил И в принципе Я не знаю Что еще Добавлять Все У меня Идеи Кончились И как бы Желания Никакого Нет Ничего Больше Добавлять И как бы Все уже Есть Лутбоксы Есть Короче Рандом Дофига Рандома Чувак там Писал Что типа Ооо Какой ужас У тебя Типа этого Что же он Мне писал Типа У тебя Ланд Плохой В карте Ну чувак Нифига он Неплохой Офигенный Ланд Тут даже Гейзеры Водой Плещут Серьезно Ты считаешь Что это Плохой Ланд Ты считаешь Что это Плохие Декорации Да это Охеренные Декорации Слушайте В других Картах И такого Нету И вообще То есть Редко Кто Заморачивается Над этим Я же Сделал Интересные Приколы С Патином Как это Называется С путями С картой Путей То есть Что можно Куда-то Пройти Куда-то Нельзя Пройти Везде Палоги И берега Ну почти Везде Это круто То есть Рандомные Монстры Куча Декораций Разных Везде Птички Понавешаны Летучие Мыши Где надо Нейтральные Нейтральные Существа Рандомно Спавнятся Есть даже Ящики С лутом Вот если Эти ящики Уничтожать То с них Лут Типа Будет Падать Случайный Можно Блин Вот Овца Летает Случайно Нейтральный Торговец Короче Здесь Да Еще что я Добавил Каждый День Когда Меняется Погода Я убрал Здесь Короче Это Убрал Плитку И Стоп Стоп На нас На пали Наступают Все Так и лучше А то бы уничтожили Пусть уничтожают Сколько угодно Теперь Значит Блин Я сделал лес Из щупалец Щупальца Это декорация Офигенная Я сделал Короче Это Моба Щупальца Я все Короче Сделал Тут Канал По которому Можно Типа Переплыть Этот остров Это ж Типа Судоходный Канал Специально Для этого И сделан Тут Короче Везде Всякие Декорации Интересные В лесу Вот Сколько Пеньков Всяких Грибков Здесь Короче Это Целебная Травка Каждый день Когда Меняется Погода Если Здесь Нет Этой Целебной Травки То Она Заново В рандомном Месте Появляется То есть Она Тут По сути Растет Целебная Трава И Кстати Целебная Трава Теперь Рандомно Не Падает Ее Можно Или Здесь Взять Каждый День Приходите Брать Или Жить Попокупать У Габена Здесь Вы Помните Ну Здесь Кстати Видите Нам Не Повезло Здесь Ни Одного Отшельника 11 уровня Не Заспаунилось То есть Крутого Колдуна В общем То в этот Раз Стоп Я Вроде Вос Ю Дедди Прописал Странно Ну Хотя Бо Меня Это Не Зачислило Что Я Проиграл Ну Да Ладно Буду Без Некрополя В общем То Случайные Предметы Здесь Короче Причем Случайные Во всех Смыслах То есть Здесь Такие Разные Очень Предметы Могут Падать Как Новые Добавленные Мной Тут Например Сферу Можно Купить То же Самое Если Повезет То есть Вот Это Вот То есть Что Можно Зайти Прямо Море Отсюда Здесь Типа Эти Восстанавливающиеся Ворота Поднимающиеся Лифты Да Слушайте Куча Куча Крутых Вещей Рандомно Спавнящийся Рудник Я Все Реализовал Все Что Вообще Мог Хотел И так Далее И после Этого То есть После Такого Ланда Где Типа Еще И Компы Не Запутываются То есть Они Хотя Нет Вот Запутываются Вот Здесь Вот Они Короче Сюда Хотят Прийти Они Могут Но Это Бывает Так Иногда Можно Это Использовать Наверное Как То Ну В общем Там Я Сделал Все Что Смог Вот Кстати Килтуз Сюда Телепортнулся В общем Это Офигенный Ланд Кто Не Согласен Сосите Мой Член Потому Что Сделать Лучше И Вообще Я У него Даже Спросил Типа Это Что Ты Считаешь Плохим В моем Ланде То есть В моем Рельефе Который Я Сделал И Декорация Он Так И Не Ответил Мне Он Просто Написал О У Тебя Плохой Ланд Серьезно А Какой По твоему Хороший В стандартных Картах Я Не Знаю Что Ты Подразумеваешь Под Ландом Ты Хочешь Чтобы Я Тут Занимался Вместо Того Чтобы Делать Игровые Фичи Чтобы Я Тут Строил Какие То Храмы Короче Гигантские Колонны Ставил Кругом Эти Карты Они Эта Карта Она Приспособлена Для Того Чтобы На ней Играть А не Для Того Чтобы Она Была Красивой Тупо Здесь Функционально Красивый Ланд То есть Тут Есть И Красота То есть Вот Грибочки Там Растут Светятся Кстати Кстати Эти Грибы Светятся Это Круто Это Очень Круто Я Не Знал Вот Почему Они Так Светятся Это Именно Вот Эти Вот Особые Светящие Ся Грибы Они Действительно Светятся В темноте Это Наверное Можно Как-то Использовать Но Конечно Если Ты Не Видишь Если Твоя Видимость Эти Грибы Не Захватывает То Ты Не Сможешь И Свечения Увидеть Их Но Тем Не Менее Это Довольно Интересно Концепция В общем Т Дем Они Авто Спавнищиеся С которых Мишки Падают Это Просто Все Все Что Только Можно Пожелать Здесь Есть А на этом Я с вами Прощаюсь Я По-моему Уже Ничего Не Запыл Больше Да Типа Что На какой Карте Вы Видели Что Можно Типа Атаковать Дерево И Оно Упадет И Превратится В мост По которому Можно Пройти К Боссу На карте Вот Где Вы Такое Видели Ник Те Кроме Меня В общем Я Сделал Все Что Смог И Все Что Хотел И Вот Рандомный Лагерь Наемников С Рандомными Наемниками С Разных Короче Ну С Разных Типов Местности Вот Так Вот Ну А на этом Я с вами прощаюсь Всем Пока Пока Субтитры